Прохлада Махарадж Прохлада Махарадж, индуистский святой, персонаж пуранических текстов индуизма, где он описывается как возвышенный преданный Вишну. Прохлада родился в Сатья-Югу, в семье великого Асуры Хиранья-Кашипу, который подверг его суровым преследованиям. Чтобы защитить своего преданного, Вишну явился в образе человека-льва Нарасимхи Аватары и убил Хиранья-Кашипу. Последователи ващнавизма почитают Прохладу как одного из величайших ващнавов – Махаджану. В Пхагавата-Пуране содержатся философские наставления Прохлады, в которых он излагает основные принципы пхакти-йоги – любовного преданного служения Богу. Чем больше Прохлада славил Вишну, тем больше гневался Хиранья-Кашипу. Наконец он спросил своего сына, присутствует ли Бог, о котором тот все время твердит, в колоннах дворца. Прохлада тут же ответил – да, поскольку Бог вездесущ, он есть и в этих колоннах. Хиранья-Кашипу назвал слова своего юного сына детским лепетом и изо всех сил ударил по колонне кулаком. Как только он сделал это, раздался оглушительный рев, от которого содрогнулась вся вселенная. Сначала Хиранья-Кашипу ничего не увидел, кроме колонны, но потом его взору явился Вишну, который, желая подтвердить слова своего преданного Прохлады, явился из этой колонны в удивительном облике Нарасимхи – Человека-Льва. Хиранья-Кашипу сразу же начал сражаться с этим необычным воплощением Бога. Некоторое время Нарасимха наслаждался сражением с Хиранья-Кашипу, а к вечеру, в сумерке, он поймал его, бросил его к себе на колени, когтями вспорол ему живот и надел его кишки себе на шею, как гирлянду. Нарасимха убил не только Хиранья-Кашипу, но и множество его воинов. Когда сражаться было уже не с кем, Нарасимха, рыча от гнева, сел на царский трон Хиранья-Кашипу. Глава 17. Пороша рассказал. Поведаю о Майтрея, как должно, повесть о мудрым духом прохладе, чья жизнь вечно возвышена. В давние времена доблестный Хиранья-Кашипу, сын Дити, наделенный даром Брахмы, подчинил своему владычеству три мира. Этот Дайте овладел властью Индры и сам стал исполнять обязанности Самитара. Этот великий Асура стал править как Ваю, Агни, покровитель Вод и Сома. Он сам стал царем богатств, а также ямой. Асура сам вкушал все без остатка доли жертвоприношений, предназначенные другим богам. Все боги в страхе покинули небо, о лучший из отшельников, и блуждали по земле, приняв обличие смертных. А он, одержав победу над тремя мирами, обличенный властью над всеми тремя мирами, воспеваемый ганхарами, вкушал наслаждение. Все ситхи, ганхарвы и наги прислуживали великому духам Хиранья-Кашипу, когда он пировал. Одни играли на музыкальных инструментах, другие пели, а иные славили его. Исполненные радостью ситхи стояли перед царем Дайтеев. Апсары танцевали перед ним в хрустальном дворце, и довольный Асура, восседая на прекрасном троне, пил из чаши. А его наделенный великой долей юный сын, нареченный именем Прохлада, удалившись в жилище своего гуру, изучал писание, подобающее мальчикам. Однажды этот праведник вместе с гуру предстал перед своим отцом, владыкой Дайтеев, а тот пировал. Отец Хиранья-Кашипу поднял склонившегося к его стопам сына и сказал неизмеримо доблестному прохладе. Хиранья-Кашипу сказал, Расскажи, о дитя, должным образом самую суть того, что ты познал за все время обучения. Прохлада сказал, О отец, слушай внимательно, я поведаю согласно твоему приказу самую суть того, чем занят мой ум. Я преклоняюсь перед очьютой, не имеющим начала середины и конца, нерожденным, неподверженным росту и разрушению, источнику свертывания и развертывания мира, причины всех причин, Пороша рассказал. Услышав это, предводитель Дайтеев, а его глаза покраснели от гнева и нижняя губа затряслась, взглянул на пришедшего сына Гуру и сказал О подлый брахман, что это за нелепая хвала моему врагу, который ты, злонамеренный, мне в поношение обучил мальчика. Гуру сказал, О правитель Дайтеев, ты не должен давать волю своему гневу, то, что говорит твой сын, он узнал не из моих наставлений. Хираньяка Шипу сказал, Прохлада, о дитя, скажи, кто научил тебя подобному? Твой гуру говорит, я не учил этому. Прохлада сказал, Меня обучил Вишну, тот, кто пребывает в сердце каждого в этом мире. О отец, кто и кого способен обучить, кроме высшего атмана? Хираньяка Шипу сказал, Болван, кто этот Вишну, чье имя ты вновь и вновь настойчиво повторяешь? Здесь передо мной, правителем миров. Прохлада сказал, Высшее состояние Вишну, на котором сосредотачивают свои мысли йогины, неописуемо словами. Он Вишну, высший правитель, от которого происходит все, и который сам является вселенной. Хираньяка Шипу сказал, Разве ты хочешь смерти, что вновь и вновь называешь высшим правителем другого, пока здравствую я? Прохлада сказал, О отец, Вишну, который есть Брахма, является Созидателем и Творцом не только меня, но и всех людей, и тебя тоже. Он высший правитель, смилуйся, зачем же ты гневаешься? Хираньяка Шипу сказал, Что за злой дух вселился в сердце этого глупца, который, как одержимый говорит подобные неправедные речи. Прохлада сказал, Вишну проник не только в мое сердце, он пребывает во всех мирах, он проникающий во все, направляет все поступки всех существ, и мои, о отец, и твои, и всех прочих. Хираньяка Шипу сказал, Вывести этого негодяя, пусть он обучается в доме своего гуру, кто научил его злому умыслу лживо восхвалять моего врага. Порошара сказал, Прохлада выслушал сказанное, и дайте, опять отвели его в дом гуру, где он непрестанно постигал науки и подвязался в служении гуру. По истечении долгого времени правитель Асуров вновь призвал Прохладу и сказал, О, сынок, прочти какой-нибудь стих. Прохлада сказал, Да смилуется надо мной Вишну, тот, от кого происходит предматерия и Пуруша, тот, от кого возник движущийся и неподвижный мир, тот, кто является причиной всего. Хираньяка Шипу сказал, Пусть будет убит этот нечестивец, какой смысл ему жить? Сегодня он предал своих соплеменников и стал пылающей головней среди своих родичей. Порошара сказал, Тут, повинуясь его приказу, сотни и тысячи дайте схватили мощное оружие и ринулись убивать Прохладу. Прохлада сказал, О, дайте, как истина то, что Вишну пребывает в вашем оружии, так же истина и то, что это оружие не поразит меня. Порошара сказал, Затем, несмотря на то, что сотни дайте фрубили его грозным оружием, он не ощутил ни малейшей боли и как бы обновил свои силы. Хираньяка Шипу сказал, Глупец, прекрати настойчиво восхвалять врагов, не будь слишком неразумным, и я уберегу тебя от страха. Прохлада сказал, Откуда у меня возьмется страх, о, отец, пока в моем разуме пребывает гонитель страхов, ананта, думая о котором устраняют все страхи, появляющиеся в результате рождения или старости. Хираньяка Шипу сказал, О, змеи, тотчас же своими жалами, наполненными ядом, и сжальте до смерти этого ослушника, вставшего на скверный путь. Порошара сказал, Выслушав его, брызжущие ядом змеи Кухака, Такшака и Антхака стали жалить прохладу во все члены. Его ужалили великие ураги, но он не ощутил ни малейшей боли в своих членах, ведь он был приверженец мыслями к Кришне и утвердился в восторженных думах о нем. Змеи сказали, Наши ядовитые зубы сломаны, яхонты на наших головах раздроблены, в наших капюшонах жар, в наших сердцах дрожь, а его кожа ничуть не повреждена. О, правитель Дайтеев, прикажи сделать что-нибудь иное. Хероняка Шипу сказал, О, небесные слоны, сомкните вместе бивни и убейте его. Он откололся от нас и встал на сторону врага. Часто сыновья становятся причиной гибели отцов, подобно тому, как огонь сжигает деревянный брусок, от которого он возгорелся путем трения. Тут небесные слоны, подобные горным вершинам, повергли мальчика на поверхность земли и стали пронзать его бивнями. Но тысячи бивней сломались о грудь того, кто помнил о Говинде. И тогда он сказал отцу, Бивни слонов, твердые, как острия копий, сломались. Но это случилось не благодаря моей силе. Приверженность к помыслам о Джонардане, Вот моя защита от гибели в этом великом бедствии. Ироньяка Шипу сказал, Пусть сожжет его огонь. О, Асуры, уведите небесных слонов. Ты, Ваю, раздуй огонь. Пусть сгорит этот грешник, Порошара сказал. Тогда дайте, набросали вокруг сына, предводителя Асуров, огромную кучу дров, чтобы сжечь его и зажгли огонь, повинуясь словам своего господина. Прохлада сказал, О, Отец, этот огонь, хоть его и раздувает ветер, не сжет меня. Здесь вокруг меня я вижу освежающие лики всех сторон света, покрытые кучами лотосов. Тогда дважды рожденные сыновья Бхаргавы, великие духом жрецы, сладкоголосые певцы стихов, самоведы, сказали правителю Дайтеев. О, царь, не гневайся на мальчика, своего родного сына. Гнев не принесет тебе благих плодов в божественных обителях. Мы научим твоего мальчика, как послушно вести себя, чтобы погубить твоих врагов. Детство – время многих ошибок, о, царь Дайтеев, поэтому ты не должен чрезмерно гневаться на ребенка. Но если он ослушается нас и не свернет с пути Хари, мы применим надежное средство, чтобы убить его. Порошара сказал, так жрецы уищевали царя Дайтеев, и Дайтеев вывели царского сына из смертоносного огня. Затем, пребывая в доме Гуру, мальчик в перерывах между уроками Гуру сам стал учить детей Данавов. Прохлада сказал, О, Дайтеи, сыновья потомков Дити, выслушайте от меня высшую истину. Ничто иное не достойно внимания. Нет иной причины алчности и прочих пороков. Все существа имеют рождение, детство и юность. Затем приходит неизбежное и постепенное старение. А потом, о, сыновья правителей Дайтеев, для всех существ наступает смерть. Это явственно видно и мне, и вам. Мертвые обретают новое рождение, и это не может быть иначе, так утверждают Агамы. Но нет возрождения без причины. Пока зачатие, роды и прочие являются причиной новых рождений, до тех пор каждый период жизни сопряжен со страданием. Так считается. По недомыслию полагают, что удовлетворение голода и жажды, устранение холода и прочего есть счастье, а это воистину опять страдание. Даже страдание от удара – счастье для тех, чей взор затуманен ошибочным знанием, чьи чрезмерно изнуренные члены ищут счастье и движение. Тело – огромное скопище слизи и прочих мокрот, где же его прелесть, блеск, аромат и прочие приятные качества. Тот глупец, кому приятно это тело, состоящее из плоти, крови, гноя, экскрементов, жил, костного мозга и костей отправляется в ад. Огонь приносит удовлетворение благодаря холоду, вода – благодаря жажде, пища – благодаря голоду, а при других обстоятельствах вещи им противоположные также приносят удовольствие благодаря именно им. О, сыны, дети! В какой мере приобретается любовь? В той же мере привносится в сердце страдание. И потому, в какой мере существо обретает приятное для разума привязанности, в равной мере терни и печали впиваются в его сердце. Человек, в чьем доме имеется объект привязанности, имущество и прочее, куда бы он ни отправился, опасается, как бы тот ни пропал, ни сгорел, ни был украден. Великое страдание заключено в рождении. Для умирающего уготованы страшные муки в царстве ямы и мучения новых вождений в утробу. Если ты считаешь, что мало радости даже в состоянии зародыша, то да будет сказано, что этот мир состоит из всяческих страданий. Истинно говорю я вам, в этом океане существований, в этой обители тяжких страданий, вишну – единственное высшее прибежище. Не думайте так, мы дети, а потому не можем судить об этом. Ведь воплощенный дух вечен в телах. Старость, юность, рождение и прочее, законы тела, а не атмана. Мы заблуждаемся, рассуждая так. Я ищу дитя, и я буду стремиться к благу, когда стану юношей. Я ищу юноша. Когда достигну старости, я сделаю то, что необходимо для своего благополучия. Я стар, а все мои дела не выполнены. Как же я теперь выполню то, что оставил не сделанным в рассвете сил? Так человек, чей разум отравлен чувственными порочными страстями, всегда стремится к благу, но никогда не достигает его. Он жаждет, предаваясь в детстве играм, а в юности чувственным удовольствием, такие люди встречают старость в невежестве и немощи. А потому даже в детстве тот, кто наделен различающим знанием, пусть всегда стремится к благу, свободный от сопряженных с телом состояний детства, юности, старости и прочих. Вот то, что я заявляю вам. Если вы знаете, что это не неправда, то на радость мне призовите в помыслах Вишну, дарителя освобождения ото всех уз. Разве трудно призвать его в помыслах? Призванный в помыслах он дарует процветание, ежедневный мысленный призыв к нему очищает от греха. Да обратятся денные ночь на ваши мысли и дружественные чувства к нему, пекущемуся о благополучии всех существ, и вы будете смеяться над всеми превратностями. Весь этот мир страждет от тройного бедствия, поэтому кто же, знающий истину, будет испытывать ненависть к существам, достойным сострадания? Если существа благоденствуют, а я нет, то и тогда мне следует радоваться, так как отказ от ненависти является благим плодом. Если существа враждебны и вызывают ненависть, то для людей, наделенных разумом, они достойны крайнего сострадания, как пребывающие в глубоком заблуждении. Таковы, о дайте, приведенные мною доводы, как усмирить ненависть. Выслушайте же от меня в нескольких словах, что влияет на приблизившихся к истине. Весь этот мир лишь распростерт и вишну, поэтому прозорливый должен взирать на него, как на отождествленного с собой, как на неотделимого от себя. Отбросив темные страсти асуров, вы и мы будем стремиться достигнуть пути возврата. Его не могут сокрушить ни агни, ни арки, ни луна, ни ваю, ни порджания, дождь, ни варуна, ни ситхи, ни ракшасы, ни якши, ни предводителей дайте, ни ураги, ни кенары, ни люди, ни скоты, ни прегрешения, ни возрастные состояния человека, такие, как старость и прочее, ни болезни, лихорадка, заболевания кишечника, селезенки, печени и прочее, ни ненависть, ни зависть, ни злоба и прочее, ни страсть, ни алчность, а также ничто иное, человек, утвердивший свое сердце в кишаве, достигает этого вечного, чистейшего, незапятнанного пути возврата. Истинно, я говорю, вы не обретете удовлетворения в тщетных коловращениях сансары, но дайте, повсюду вы обретете покой, почитая Ачилту, поклонение которому и есть полный покой. Что труднодостижимо, когда доволен он, дхарма, богатство и наслаждение, мимолетные услады. Мы без сомнения обретем великий плод от вечной опоры, брахмического дерева. Такова в первой книге досточтимой Вишну Пураны 17 глава под названием «Наставление прохлады». Продолжение следует...